Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим по поводу того, стоит ли вообще, в принципе, бояться как таковой сессии, экзаменов и всего остального. Я задам вам один простой и банальный достаточно вопрос, его многие задают. Что случится из того, если ты не сдашь экзамен? То есть, если ты не сдашь экзамен, ну, у нас в Беларуси есть стебальная система, система образования, система оценивания ваших знаний. Вот, так будет грамотнее. Что будет, если ты сдашь не на 9, не на 10, не на 8, не на 7, а 6, например, или там 4-5, да? Вот. В общем и целом, ничего страшного не случится, не произойдет, мир не рухнет, кирпич не свалится на голову, университет от этого не развалится. И жизнь на этом не остановится никоим образом и абсолютно. Я хочу ребят и девчат, которые, может быть, волнуются, может быть, переживают перед экзаменом, успокоить в какой-то степени, может быть, немножко в такой импульсивной манере. У меня, как обычно, как все у меня, фейерверк, да, видео. Похоже, я смазала. Ну, ладно. Вот. Дело в том, что есть такая тема, которую нам, как бы, может быть, до этого и рассказывали, но я сейчас уже вспоминать не буду, было это или нет. Вот. По поводу того, что вообще-то, оказывается, если вы свою задолженность погашаете в течение сессии, то она не считается академической задолженностью. Представляете? Я об этом сегодня услышала несколько раз от нескольких преподавателей. И день или два назад тоже слышала. И меня вот реально как поразило током. То есть, по сути своей, если ты вдруг, мало ли, бывает, ну, вот как раз вот то самое, перенервничала, да, пошёл на экзамен, попался какой-то вопрос, у тебя белый лист, вот. Преподавателю нету никакого резона засаживать тебя в лужу, чтобы ты не сдал и так далее. Им совершенно это невыгодно абсолютно, потому что есть рейтинги преподавания, есть рейтинги оценок. И если сильная группа, если, значит, преподаватель хорошо работал, значит, ему надбавки и так далее. То есть, все преподаватели стараются вытянуть. Даже самых хиленьких учеников у нас есть такие, и я, к сожалению или к счастью, не знаю, но вот у нас в группе есть такие девочки, которые, ну, ну, ну вообще, ну никак, ну никак, и они ничего с этим не делают, главное. Вот. То есть, но тем не менее, они каким-то образом идут. То есть, вот мы сейчас во втором курсе, и они каким-то образом потихонечку-потихонечку все это сдают. Тихо, это все медленно, со скрипом получается, но тем не менее, каким-то образом они учатся все равно. Может быть, не на айсоценке, но даже если там вы не до конца понимаете предмет, вы все равно можете его сдать. Вот. Скажем так, возможности вам дадут для того, чтобы пересдать. Да, по поводу волнения. Значит, мы сейчас говорим по поводу волнения, по поводу того, что ничего не случится. И по факту так и получается, потому что вы переволновавшись, начинаете что-то там выдумывать, начинаете забывать информацию, потому что нервы не восстанавливаются и так далее. Вот. Еще один момент скажу. Я не буду переходить на другие темы, потому что видео получится иначе очень долгим. Вот. У меня сейчас по учебе, пока я еще во время сессии, у меня очень-очень много вопросов и вообще идей по поводу всего того, что я вижу, что я осознаю, каким образом идет учеба, и как я себя, ну не то чтобы превозмогаю, но перерастаю, перерождаюсь, вот что-то такое, вот это в эту стилистику идет. Вот. Значит, я недавно смотрела видео Тори Чан, если кто не знает, не смотрит, но у нее достаточно известный, популярный канал. Девушка рассказывает полностью про Японию. Она архитектурная закончила в Японии. И она там живет уже там сколько? Восемь лет, наверное, да? Вот. И она там работала. Работала на достаточно крупную фирму. И вот она рассказала в одном из своих видео последних, почему она ушла с этой работой. Потому что, как бы, у всех, скорее всего, были вопросы ее подписчиков, что как это так? Престижная работа и так далее. В Японии это очень ценится. И вот человек сказал, она младше меня, ей там сколько, 27, ну может 25, 27, ну что-то в этом стиле лет. И у человека был стригучий лишай. То есть в Японии, оказывается, это, она говорила как-то, стригучий герпес, как-то так она это называла. Ну, видимо, переводчик вот так говорит. Вот. По сути своей, это сбой нервной системы. То есть если вы себя перегружаете, если вы не отдыхаете, если вы трудоголик, это вот в первую очередь мне дало задуматься, да, потому что я трудоголик до мозга костей. Если я в теме, я погружаюсь целиком и полностью, я не вижу, что вокруг происходит, и я прихожу в себя, когда там 3 часа ночи, 6 часов утра. То есть я могу настолько погрузиться в то дело, которым я занимаюсь, что я не осознаю текущего времени. И в итоге получается, что тебе уже вот и уже нужно вставать. Каким-то таким образом. Так вот, в Японии с 20-25 до 35 лет эта болезнь очень распространена, потому что получается, что человек в связи с тем, что ему нужно оставаться на работе, ему нужно оставаться с ночевкой. Иногда даже такое бывает. Пока не сделан проект, он не может никуда уйти. Или если другие его товарищи из его группы, в которой они работают над проектом, остаются на рабочем месте, то, соответственно, он тоже должен остаться. Честно говоря, это похвально, но это плохо с точки зрения здоровья. Очень плохо. Ну, в общем, вы понимаете, да? То есть, от чего это происходит? Вот этот вот лишай. Это мелкие покраснения, высыпания, которые покрывают часть тела человека. Почему он вот такой получается? Вот. И по сути своей, когда вы себя перенагружаете, когда вы перенервничаете, когда вы делаете все, что угодно, кроме нормального, адекватного отношения к любой ситуации, да? А вот, по сути своей, у вас получается, что эндокринная система, которая у нас самая основная, друзья мои, да-да-да-да-да, в нашем организме, она начинает давать сбой. И она просто, не просто говорит с вами, она кричит благим матом, извините за грубость, да, надо вещи называть своими именами. Вот. Что, чувак, хорош, хорош, возьми себя в руки, ты не должен столько работать, ты должен нормально спать, ты должен нормально отдыхать и так далее. Вот. Так вот, до нас, слава богу, эта тема не дошла. По той простой причине, я думаю, что у нас все-таки регламентирован график работы и в России тоже. И если, например, вы работаете 12 часов или сутки через трое, у вас все-таки есть сутки через трое, то есть вы все-таки отдыхаете хоть каким-то образом. Вот. Поэтому, конечно, когда добавляется учеба, добавляется стресс, добавляются какие-то переживания, волнения и так далее, а как и что. Так вот, кроме всего прочего, чтобы вот это вот сделать умиротворение и не волноваться. Знаете, что вам даст вот этот момент успокоения для того, чтобы вам было хорошо и чтобы вы не стремались и не мандражировали на экзамене. Для этого банально, и я сегодня, может быть, безумно банальное видео сейчас снимаю, вот, всего лишь нужно до сессии хотя бы что-то читать. Вот. Все. Весь рецепт. А еще, это парадоксально, но меня на путь дзена поставила кунфу-панда. Вот мне много лет и я смотрю кунфу-панду. Это такой маленький секрет для большой компании. Вот. Но, честно, от души рекомендую, друзья. Это в каком бы возрасте вы ни были, обычно, кто идет на заочку, это более зрелый возраст. А вот, если вас напрягает, если вас удручает, что вам нужно решать вечером, ну вот, вот такое хотя бы количество задач. Вот. Пришли, врубили фильм и все. И вас отпустило просто. Какой экзамен, какое что, вообще пофиг. Вот, реально пофиг, говоря современным языком. Вот. Поэтому берегите себя, держите себя в руках, старайтесь отдыхать, умиротворяться, не реагировать излишне на те моменты, которые неизбежны, но будь как будет, то есть полагаться течению. Вот. Про оценки, про экзамены, про учебу, работу и все остальное мы с вами поговорим еще обязательно. Постараюсь уже подготовить какой-нибудь сценарий. чтобы не так разномастно рассказывать. Вот. Но я надеюсь, что вам такие какие-то советы понравятся, честно, от души, потому что для меня это тоже стало открытием, и я понимаю, что многие к этому не пришли и какую-то суету излишнюю начинают делать. А ведь жизнь в удовольствии, вы поступили, получайте удовольствие от учебы, находите в ней то, что вам нужно, находите в ней вкус, изюминку какую-то, которая вам будет придавать силы, которая будет вас мотивировать, которая будет вас зажигать, и которая будет отпускать все дурные мысли, все будет хорошо, все наладится. Прорвемся, друзья. Всем хорошей сессии, хорошей учебы, мы с вами увидимся в следующих видео, и до новых встреч. Спасибо вам, мои хорошие. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok